Всем доброе утро! С вами Оля и вы на моем канале. Напоминаю вам, я сейчас нахожусь в Париже, во Франции. Сейчас здесь 10.20 утра. Пьер уже улетел обратно в Италию. Алена моя пошла на занятия в школу люнивильской вышивки. С первого раза никогда не могу выговорить это название. Ну а я сидела, монтировала видео за вчерашний день и вот сейчас уже выгружаю его на YouTube. Видео, конечно, хаотичное, видео сумбурное, эмоций много. И везде вот этот ветер, который вчера был, потому что вчера было штурмовое. Я даже вам мельком рассказывала во влоге вчерашнем, что очень тяжело мы приземлялись. Действительно, из-за ветра самолет не мог нормально сесть. То есть нас скачало из стороны в сторону, было так немножечко даже страшно. Ну и потом везде, где мы гуляли, конечно, ветер не давал нормально вам снимать. И что-то говорить. Поэтому я очень надеюсь, что вы правильно воспримите видео за вчерашний день. Не будете сильно там злиться, гневиться на меня. Потому что, ну, это вот только в таком виде я могла вам вчера все заснять и выгрузить. Либо уже вообще никак. То есть, либо уже тогда просто удалить все видео и снимать вот заново сегодня, например. Сегодня новый день, сегодня понедельник. Сейчас будет видео на канале, вы будете смотреть. Но я подожду сестру, потому что она до обеда занимается. А после обеда мы с ней будем вместе гулять дальше по Парижу. Камеру буду брать с собой и все, все, буду вам снимать. Камеру так поставила, боюсь на нее дышать, а то свалится. Тут маленькая квартирка, места мало. И везде окна, и как не поставишь камеру, везде где-то идет пересвет. Ну, вроде нашла какое-то место. Итак, почему я в Париже и насколько я хотела сюда прилететь? Давайте вам вкратце расскажу. Дело в том, что у меня никогда не было мечты посетить Париж. Да, как это неудивительно, но в моем списке городов и стран, которые я хотела посетить, Парижа не было вообще. И помню, Маринка как-то задавала мне вопрос, куда бы ты хотела поехать. Я назвала ее очень много стран в Европе, городов, но кроме Парижа, кроме Франции. Ну, не было у меня почему-то какого-то такого сильного желания сюда приехать. Моя сестра, как я вам уже сказала, приехала сюда на обучение. Если раньше она приезжала, она брала один курс, он длится две недели. Она приезжала, она здесь занималась и уезжала. То в этот раз она взяла сразу четыре курса. Это два месяца. И когда она поняла, что ей здесь находиться два месяца практически все время одной, первое, что она сделала, это написала и сказала, слушай, приезжай ко мне, на то мне здесь одной одиноко и скучно. Ну, хоть на недельку, хоть на выходные. Ну, неделю могу себе позволить в промежутке между 14 февраля и 8 марта. Заодно и отдохну. То есть вот так вот это было неожиданно. В общем, все такие, знаете, стечения обстоятельств. В принципе, ни для кого они не были запланированы, в том числе и для меня. То есть я абсолютно не думала о том, что я могу когда-нибудь вот так вот приехать в Бариж, причем на целую неделю здесь пожить, погулять. Что касается того, что вам вчера сказала, что в списке желаний, да, у меня было желание, где я написала сфотографироваться около Эйфелевой башни. Вот кто писал список из-то желаний? Вот вы знаете, да, насколько тяжело написать последние желания 20, когда ты уже просто, уже пишешь, уже лишь бы что-то написать, потому что надо 100. Вот именно так было написано это желание. Я все думала, что же там еще написать, потом думаю, ай, каждый человек в жизни, наверное, должен сделать фотографию около Эйфелевой башни. И я просто записала, вот просто, абсолютно без действительно желания этого. И вы видите, как сбываются мечты. Еще был один нюанс, дело в том, что Янка где-то год назад, у нас такая копилочка есть на работе, куда нам чаевые закидывают наши клиенты, ну, если хотят нам оставить какую-то копеечку. И раньше мы там что-то писали, что-то типа на отдых, на отпуск, как-то так. А моя Янка сняла эту бумажку и таким детским почерком написала на Париж. Снимать, с одной стороны, жалко было, ну, ребенок написал, старался, а с другой стороны, я думаю, ну, ну, ладно, пусть висит. И я вот каждый день, приходя на работу, видела эту копилку и читала эту фразу. На Париж, на Париж, на Париж. То есть, видите, момент, вроде бы и не я желала, вроде как бы Янкина желание. Но из-за того, что я каждый день с ним встречалась, он у меня визуализировался, она, наверное, куда-то там уходила во вселенную, это желание. И все сбылось абсолютно неожиданно, абсолютно не запланированно. Я в итоге оказалась в Париже. Вот почему я об этом хотела вам говорить, правда, наговорила уже на 4 минуты, надеюсь, вы не заскучали от моей болтовни. На самом деле, это очень важно, очень важно писать эти желания, очень важно вот эти моменты карта желания. Ведь это и есть ваша визуализация, да? Вы на картинке какие-то закрепили, вы повесили в то место, где вы каждый день это будете видеть, вот как я эту копилку с надписью на Париж. И вы сами увидите, что у вас все будет сбываться. Ну вот не знаю я, как это работает. Просто вот поверьте, я вам сейчас показала пример, как можно абсолютно не желая отпуска в Париже, в итоге его получить. Мы решили выйти с Аленой погулять. У нас по плану Мон Мартр, специально смотрела в интернете, как его правильно назвать. И сейчас мы выходим из дома, посмотрите, какой здесь классный дворик. Пойдемте с вами. На улице погода замечательная, светит солнце, пока его тут не видно, потому что мы находимся как в колодце. Здесь одни окна друг находятся в друга. Сейчас, надо чуть-чуть покрутить. Вырежешь потом, если что. У меня сегодня супер отжата. Камера живет своей жизнью. Мне интересно, для того, чтобы выйти на улицу, нам надо решетку перелезть. Это калитка, это не решетка. Для того, чтобы выйти на улицу, нам надо сначала открыть вот эту калитку, а потом тут дверь. И сейчас вы будете наблюдать, как эта дверь не открывает. Это очень забавная дверь. Для начала здесь все просто. Мы просто выходим за суть. Придежем дверью, чтобы могла выйти моя Алена. А сейчас, чтобы вы понимали, она на самом деле очень-очень-очень тяжелая. Но именно с таким трудом можно выйти на улицу Парижа. Хорошо. Алена меня сейчас подвела к своей школе. Вот так она называется. Эколе Лизаж. Это школа французской вышивки. Вышивки от Кутюр. Женщины, которые здесь работают, они создают также вышивки для домов моды Парижа. То есть сейчас Шанель их выкупила. То есть для Шанель они точно, да, все делают. Но они и для многих, я читала. Для большого количества дизайнеров они делают вышивку. Да, зайти туда нельзя, снимать там нельзя. Поэтому вот, мы только подошли. Я вам покажу, как это выглядит. Все это на улочках Парижа. Вот такая вот маленькая улочка. Тут разные кафешки, гостиницы, банки, домики и тому подобное. А мне кажется, очень хорошо паркуются. В общем, улочки маленькие, парковки тоже. Вы посмотрите, какая ювелирная парковка. Просто там реально мили-мили. Ну вот, мы уже подошли. Вот он, знаменитый Монмартер. И сейчас тут можно по лесенкам подниматься. Можно на фуникулёре. Фуникулёр платный. А ноги наши молодые. Поэтому мы пойдём по лесенке. Не потому, что нам там денег, например, жалко. Я просто считаю, что в таких местах надо максимально ходить самим. Как вы поняли, мы уже подошли на Монмартер. Но я хочу сняться на фоне этой карусельки. Потому что у меня всегда ассоциация, причём, когда я вижу подобного рода карусельки, именно с Францией. Залезти я туда не хочу. Меня ужасно укачивает на таких аттракционах. Но вот постоять на фоне и показать вам мне очень хочется. Поэтому смотрите. А мы сейчас будем подниматься вот туда. Посмотрите, какой шикарный вид. Но мы ещё не поднялись. Мы поднимемся. Я вам покажу вид на весь Париж. Потому что Монмартер – это как раз-таки самая высокая точка Парижа. Я сегодня в интернете прочитала. На высоте 130 метров она находится. И что с неё открывается весь вид на Париж. Так что если вы не поднимаетесь на Эфелеву башню для того, чтобы посмотреть на Париж, то обязательно поднимитесь вот сюда, к храму, который находится непосредственно на самой вершине этой горы. Потому что Монмартер – это именно название горы, название холма точнее, где храм и расположен. И нет, я совсем не устала. Мне очень легко подниматься. У меня совершенно не болят ноги. У меня нет одышки. Всё замечательно. Вы не смотрите на то, как я дышу. Просто здесь очень разряженный воздух. Мы же высоко поднимаемся, правда? Ладно, шучу. Да, я запыхалась, но это того стоит. И сейчас вы поймёте, почему. Смотрите, сколько здесь тоже замочков. Видите? Здесь все вот эти вот маленькие заборчики. Перед храмом он весь увешан такими замочками. Я удивлена, что он ещё не обвалился. И мы поднялись на самую высокую точку. И вот так выглядит Париж, если вы также подниметесь на гору Монмартер. На холм всё-таки я бы говорила, хоть говорят гора. Алёна, слушай. Ифелева башня здесь не видна. Вот я смотрю, ищу. А вон она, видна. Да, видна. Просто она сбоку получается. Не прямо, а она со стороны. Сейчас вам увеличу. Вон, видите? Я думаю, вы увидите. Среди веток. Видна я. Сейчас обошли в собор. Мы просто хотим уже спуститься в солёный. И смотрите, вот мы сейчас сзади собора находимся. Спереди, где мы снимали, где я пыталась вам объяснять, там очень много людей, много туристов. Все там фотографируются. А здесь вообще никого нет. И вот при этом какой шикарный вид. Мне кажется, именно отсюда он наиболее величественно смотрится. И таким, знаете, не тронутым, каким-то дерственным. Но он на самом деле интересный с этой стороны, чем с той стороны и все туристы. Так что иногда обязательно заходите в какие-то закоулочки. Ищите те места, где нет туристов. И именно эти места чаще всего будут наиболее интересными, наиболее запоминающимися. Пойдёмте. Сейчас мы вышли на небольшую площадь, которая также находится недалеко от вот этого храма, что мы вам показывали. Здесь художники. Они рисуют, выставляют свои работы. Ну а мы сейчас хотим с Аленой прогуляться и посмотреть сувениры. Всё-таки я думаю, что надо обязательно привезти какие-то маленькие подарочки из Парижа моим близким. Мы с Аленой хотим спуститься в город. Но обратите внимание, как много здесь туристов, просто людей, которые приходят. Все тут сидят, ощущение, как будто ты наступаешь людям на голову. И на самом деле спускаешься и вот боишься, что ты либо оступишься, либо наступишь на какого-то человека. Всё, мы закупились чуть-чуть сувенирчиками, подарочками, но ещё не до конца. Ещё будем сейчас покупать. Здесь тоже все сидят, да, смотри. Тоже сейчас будет тяжело спускаться нам. Но ничего, мы живавые, мы по-любому прорвёмся. Мы с Аленой уже возвращаемся. Вот вам показываю опять улочки Парижа. Вот такие у них светофоры. Причём хочу вам сказать, движение здесь совершенно сумасшедшее. В каком смысле? Правил дорожного движения у меня ощущение такое, что не существует. Вот прямо как в Одессе. Помните, я вам рассказывала, что в Одессе меня просто поразило, как люди ездят, как люди ходят по дорогам и через дорогу. Вот то же самое в Париже. Вот я вчера ехала на такси, я была в шоке. Я понимала, что и на красный едут, и на красный идут. И совершенно не смотрят на знаки, куда можно повернуть, куда нет. Если захотят остановиться посреди дороги, останавливаются. В общем, вот так здесь люди живут. В таком очень буйном ритме. Я даже не знаю, как ещё это сказать. Но забавно. Я бы, честно говоря, побоялась бы здесь сесть за руль и водить машину. Именно из-за того, что я привыкла, что всё должно быть чётко, по правилам. Так, как вот в Беларуси учат, и так, как, в принципе, и контролируют в нашей стране. А здесь у меня ощущение, что вообще никто ничего не контролирует. Мы с Аленой уже недалеко от дома. Решили пройтись чуть дальше, чуть вперёд. Не там, где живёт Алена. Вы пока наблюдайте за цветочным магазинчиком, который мы мимо проходим. Вот букетики, композиции. Я думаю, вам будет интересно на это всем посмотреть. А я расскажу, куда мы идём. Мы идём выбирать эклеры. Потому что Франция славится своей выпечкой. Эклеры, макаруны. Это ж всё французское. И вы помните, я вам на днях говорила, что у меня чего-то в последнее время прямо аж очень-очень мне захотелось эклеров с таким кремом. И я всё ходила, покупала. Но это были наши белорусские подделки. А мы сейчас заходим и хотим купить настоящие французские. Значит, мы видим тут эклеры. Вот здесь вот кофейный и фисташковый. Забираем последний кофейный, забираем фисташковый. И кушать будем уже дома. Будем пробовать. А здесь вся остальная выпечка. Смотрите, какая всё это здесь так красиво. Это пастичерия. Как правильно называется? Пастичерия? А также это по-итальянски, а по-французски? Ну, в общем, это кондитерская, где сами всё пекут. Всё делают свеженькое. Слушайте, я такое вижу впервые. Нам сказали, сколько стоит. Вот сюда вкладывается бумажная денежка. Там ниже, если что, копеечки. И сдача вам выходит отсюда. Это специально сделано для того, чтобы люди, которые работают и всё-таки доедут выпечку, не затрагивались до денег. Представляете? И не воровали ещё? Мне кажется, ещё, чтобы с точки зрения санитарной... А, ну и они же вообще в руки не попадают им. Слушайте, как это классно. Солёные дома. Вот здесь вот сумочка. Я себе купила сумочку такую, но в ней находятся подарки и сувенирчики всем моим близким и родным. Поэтому, честно говоря, хотела бы я вам сегодня всё показать, но, наверное, не покажу. Потому что и мама, и я, и Дима, все смотрят видео, и Марина. И, наверное, было бы нечестно перед ними, если бы я показала всё сейчас. Поэтому давайте это я покажу, когда приеду уже и буду распаковываться. А пока можете просто посмотреть. Вот такая вот сумочка. Я сейчас тут на кухню иду. У меня тут Алена делает кофе. Видите, какая тут у нас большая, прибольшая кухня. Два человека еле-еле вмещаются. А вот окна. Кстати, окна большие, панорамные. Но выходят тоже на другие окна. Поэтому вечером приходится зашторивать. Ну, потому что иначе вы друг друга видите. В принципе, я смотрю, соседи тоже зашториваются по вечерам. Ты пьёшь сок, а сейчас мы будем делать кофеёчек. Вот такая вот здесь машинка для кофе. С такими вот бумажными капсулами. И сейчас будем пить. Я пойду тогда раскрою оклеры. Так, нам их завернули. Сейчас вам пошумлю. Очень хочется проверить, насколько они сильно будут отличаться от тех, которые я покупаю в Минске. Ну, конечно же, в магазине то, что я покупаю, я уверена, они будут сильно отличаться. Но у нас также есть разные кафешки, где продают эклеры вроде уже такого более высокого качества, да, как французские. И вот я именно хочу сравнить, насколько наши эти кафе делают похожие эклеры, как здесь во Франции. Вот, они такие большие-пребольшие. Вот, две штучки. Мы с Аленой разрежем напополам, чтобы могли попробовать каждый кусочек. И с фисташкой, и с кофе. У меня тут Алена лазит под столом, потому что хочет подключить лампы. Знаете, что самое удивительное? Вот в этой квартире вообще нету света сверху. Вот как мы привыкли, да, люстры вешать разные, на потолок именно. Здесь этого нету. Есть вот такие вот маленькие лампочки. Их можете направить, как вам нравится. Есть торшер, вот сейчас Алена его включит. Сейчас я вам даже покажу. Мы уже сделали кофеек, уже порезали эклеры. И сейчас у нас будет дегустация. У меня будет дегустация, потому что Алена уже ела, говорит, вкусные очень. Да. Я сидела сейчас в Инстаграме. Тут скинула вам пост, поскидывала сториз. И Алена в это время делала домашнее задание, но уже потемнело. У нас здесь 7 часов. Это значит, в Минске уже 9. И мы решили с Аленой сделать перерыв на ужин. И сейчас мы в этой маленькой кухоньке будем кулинарить. Есть такое слово кулинарить? Кошеварить. В общем, готовить ужин. Пойдемте, я вам покажу, что мы решили покушать. Но ужин у нас будет, честно говоря, больше, наверное, итальянский, чем французский. В общем, вот такие равиоли, маленькие пельмешки с мясом. Будем делать в томатном соусе. И сверху еще сыр. Так забавно. Алена говорит, ты будешь равиоли с сыром или с томатным соусом? Я говорю, с томатным соусом и сыром. Алена еще раз переспрашивает у меня. Так что, с томатным соусом или сыром? Я говорю, и с тем, и с другим. Здесь кухня маленькая, и плиточка, ну как маленькая. У меня же дома точно тоже сейчас на две комфорки я себе. Да, и зачем большая? Очень удобная я хочу. Все, все без проблем готовится. Вот. При этом, при всем, что кухня у меня намного больше. Ура, за мной Аленка ухаживает. Вот такие у нас получились равиоли с мясом. Это ж, ну, типично итальянское, это ж не французское. И вот у нас тут есть сыр. Пармиджано-региано. Я сейчас себе много-много сверху насыплю. И будем кушать. Знаешь, чего мы не принесли? Вилки. Пойду за вилками. К телевизору идет теория большого взрыва на французском. Я, честно говоря, и на русском его еще не досмотрела. Этот сериал как-то начинала, но что-то мне он не зашел. Хотя я знаю, что очень многим он нравится, и много кто его советует. Ну, может быть, как-нибудь потом посмотрю. А Алена тем временем делает домашнее. Давайте я сейчас подойду, покажу. Вот, видите, у нее тут все, вот, рисуночек. Тут разные стежочки. Вот сейчас она просто простой иголочкой работает. И до этого она тут сидела, вот эти вот паеточки выкладывала. Ой, сверху вниз. Это я тебе тут уже наехала на все. В общем, пришла мелкая жвава, и как медведь все разрушил. Как этот медведь, который теремок разбомбил. Ну, вот, так что Алена должна сделать все домашнее, потому что завтра с утра ей опять в школу. Ну, а я пока не знаю, либо сейчас сяду монтировать видео, либо уже завтра с утра смонтирую. Алена, тебе много вышивать еще? Много. Много? Значит, может быть, я сейчас сяду смонтирую видео. У нас уже почти 9 часов. Ну, и потом уже мы ляжем спать. На этом я тогда буду заканчивать. Завтра будет новый день, новые впечатления, новые эмоции. Ну, а вы посмотрите, как прошел мой сегодняшний день. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии. Мне очень приятно, что вам нравится гулять вместе со мной по Парижу. Я для вас все снимаю, хотя для себя тоже, чтобы через годик, через два пересмотреть эти видео. Но и одновременно с этим, скажу честно, мне очень приятно делиться с вами этим городом и своими впечатлениями о нем. Все, хватит болтать. В общем, пойду тогда смонтирую, чтобы вы с утра могли посмотреть. Договорились? С вами была Оля. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok